Привет, мои хорошие! Меня зовут Дарья и рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас пойдет интереснейшая тема. Я вам покажу 6 книг, которые помогут раскрасить ваши летние вечера и сделать их намного интереснее. Если вас заинтересовала данная тема и вы хотите увидеть, что же это за замечательные книжки, то оставайтесь со мной. И первым делом я вас познакомлю с двумя интереснейшими книгами-раскрасками. Да-да, вы не ослышались? Раскраски опять попадают в мой книжный обзор и не просто так. Потому что данные раскраски просто просят обратить на них внимание своими интересными сюжетами и такими незамыленными темами, которые действительно интересно раскрашивать и даже копировать для того, чтобы набить руку в графических работах. Первая раскраска не просто раскраска, а раскраска путешествия. Автором иллюстрации является Клэр Скалли. И данная книга уникальна своими сюжетами, потому что она идеально подходит тем, кто изучает пейзажи и хочет именно в графической манере улучшить свои навыки и посмотреть строение птиц, животных, листьев, деревьев. То есть в этой иллюстрации есть и полноценные пейзажи, которые можно раскрасить и также скопировать. И, конечно же, всевозможные животные, листья, даже подводный мир вы в ней увидите. Поэтому присмотритесь те, кто увлекается пейзажами, животными и их влечет именно такая естественная красота нашего окружающего мира. Следующая раскраска удивит вас еще больше. Она также является раскраской путешествия. Автор иллюстрации Шан Дзянь. И называется книга «На велосипеде вокруг свет». То есть здесь представлены, конечно же, города мира, но и много сюрреалистических сюжетов, которые как бы погружают вас немножко в такой выдуманный мир автора. И вы вместе с ним путешествуете на велосипеде, раскрашивая данные страницы. Каждая иллюстрация на отдельном листе, что позволяет нам вырезать рисунок после раскраски и вставить его в рамочку. На мой взгляд, очень удобно и продуманно. Путешествуя по данным страницам, вы заметите, что данная иллюстрация очень похожа на японские мультфильмы. Если вы любите такие мультики, как «Ходячий замок», то данные иллюстрации вас покорят с первого взгляда. И вы захотите их не только раскрасить, но и, конечно же, скопировать и поискать манеру автора, чтобы ее запомнить и использовать в своих работах. Поэтому обратите внимание, раскраска достойная и займет почетное место на вашей книжной полке. Следующие две книги, которые я вам покажу, будут интересны именно тем, кто хочет развить свою творческую фантазию и научиться придумывать сюжеты, придумывать героев и изображать их в своих зарисовках, иллюстрациях, всевозможных сюжетах. Поэтому присмотритесь и слушайте внимательно. Первая книга, а точнее творческий блокнот автора Феррика Джо, издается на русском языке впервые. Называется «Линия. Это точка, которая вышла погулять». В этом блокноте вы не найдете готовых раскрасок. В этом блокноте вы найдете кучу заданий, которые вы должны выполнить. То есть, с каждой страницей автор помогает вам раскрыть ваш творческий потенциал, чтобы вы не боялись чистого листа, красок и экспериментировали с линиями, точками, пятнами и создавали интересный сюжет и интересных героев. Поэтому данный творческий блокнот приглянется именно тем, кто ищет те способы и манипуляции, для того, чтобы включить голову, чтобы она заработала по-другому и позволила вам фантазировать, не бояться и экспериментировать в своих работах. И я процитирую автора данного творческого блокнота. Чтобы наслаждаться рисованием, не обязательно уметь рисовать. Отбросьте страхи, разбудите воображение и делайте так, как подсказывает фантазия. Следующая книга продолжает эту творческую линию и предназначена для тех, кто хочет все-таки еще больше развить свою фантазию и увидеть прекрасное там, где, казалось бы, его и нет. А говорю я о такой замечательной книжке. Авторами являются Пет и Ху. Вы видите такое большое слово Херамеки. И книжка называется «Рисуй то, что видишь». Вы удивитесь, когда откроете эту книгу, потому что она вся заляпана кляксами. Куда не повернешь, куда не посмотришь. Одни кляксы, которые начинают оживать именно от ваших рук, от ваших движений. С каждой главой вы погружаетесь в мир фантазии. Автор просто заставляет нас смыслить по-другому и смотреть на эти кляксы совершенно по-другому. Изначально даются простые упражнения с простыми кляксами, где более-менее виден сюжет. С каждой главой, с каждой страницей кляксы становятся все интереснее и изобретательнее. И автор показывает нам, как с помощью нашего воображения оживить данные мазки и сделать их по-настоящему живыми и интересными. Поэтому, листая данную книгу, вы удивитесь тому, что вы видите и тому, что вы можете. Обратите внимание обязательно на эту книжку. Те, кто считает, что у них совершенно нет фантазии и они точно ничего не увидят в обычной кляксе. Уверяю вас, после данной книжки, после того, как вы сделаете все упражнения, проследуете вместе с автором с первой страницы и до последней, вы поразитесь своими способностями и тому, как развилась ваша фантазия и тому, что вы теперь видите в окружающем вас мире. И остается мне показать вам еще две книжки, которые занимают особое место на моей творческой полке, потому что именно они вдохновляют меня в последнее время и заставляют меня возвращаться к ним вновь и вновь. Книжки абсолютно разные, но направленные на одно и то же. Это вдохновить нас и показать нам, что возможно все, если мы этого захотим. И начну я с книжки замечательного автора Эль Луна. И называется она «Между надо и хочу». Замечательная книга, именно направлена на то, чтобы вы прочитали и поняли, что любой может достичь всего, чего он хочет, главное идти к своей мечте. Здесь раскрывается биография автора, рассказывается, как она нашла свой творческий путь, как она стала заниматься именно тем, что ей нравится, как она научилась выбирать между «надо» и «хочу» и уравновесила в пользу «хочу» чашу весов. То есть начала жить именно так, как она хотела всю жизнь, а не так, как навязывает общество, не так, как надо. Но помогает эта книга не только прочитать интересную историю, вдохновиться автором, но и на самом деле здесь есть практически советы, которые помогут нам в нашей повседневной жизни чаще выбирать «хочу», а не «надо». Поэтому присмотритесь к данной книжке. Те, кто боится начинать что-то новое, те, кто боится посвятить себя творчеству, но очень-очень хочет. В данной книжке вы найдете ответы на свои вопросы. Главный вопрос – как платить за квартиру, если ты хочешь быть художником. В этой книжке вы найдете данный ответ и удивитесь, как же все на самом деле просто. И напоследок я оставила самое интересное. Данная книжка направлена на то, чтобы показать нам, как создавать реалистичные портреты, но не просто портреты, а портреты фруктов и овощей. Я представляю вам книжку «Билли Шоуэлл». Когда вы увидите данную книжку и начнете ее листать, вы удивитесь тому, что увидите. И будете поражены, что это не фотографии, а реальные иллюстрации, созданные данным художником. В данной книжке вам не просто показывают, что вот так я могу, и вот так рисуется гиперреализм, очень-очень кратко. В данной книжке очень развернуто показывают процесс создания всех иллюстраций, которые здесь находятся. Начиная с обычной вишенки, заканчивая очень обширным листом зелень. Да, и также натюрмортами фруктовыми и овощными. Поэтому присмотритесь именно те, кто хочет освоить многослойную акварельную живопись. И, конечно же, те, кто хочет заниматься ботаникой и гиперреализмом не только в акварели, но и в масле, в гуаше, не важно. То есть, если вы хотите научиться реалистично изображать фрукты, овощи, то эта книжка для вас. Вообще, если, конечно, вы совсем не умеете рисовать акварелью, вам покажется данная книжка очень сложной. Конечно, изначально нужно изучить материал, попробовать техники, потренироваться, а потом же приступать к данной книге. Но если у вас есть уже навык создания акварельных пейзажей, фруктов, если вы уже рисовали по моим видеоурокам, то присмотритесь к данной книжке, она будет вам супер полезна. На данный момент эта книга является моей любимой, потому что в ней не просто сухо рассказано, как создавать тот или иной фрукт, а в ней показано очень много способов и приемов, которые можно использовать не только для написания фруктов и овощей, но и для создания других сюжетов и портретов, и натюрмортов, и пейзажей. То есть, эта книжка действительно полезна тем, кто хочет еще подробнее, еще лучше освоить акварель. И на этом все. Я надеюсь, данное видео вас не утомило и было для вас полезным и интересным. Обязательно поставьте палец вверх и расскажите об этом видео друзьям. И, конечно же, в комментариях к этому видео напишите, какая книга вам понравилась больше всего и почему. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была Дерри Арт. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока! Большое спасибо издательству «Ман Иванов и Фербер» за предоставленные книги.